Приветствую вас, Стражи! Да-да, знаю, роликов пиздец как давно не было, однако на то и есть свои причины. Да и вас я предупреждал об этом. Однако ролик не об моих жалобах, нет, точно уж нет. Данный ролик об игре, которая отлично начала свою игровую карьеру, которая пережила смерть и воскрешение, и теперь опять готовится умереть. Знаю, звучит охереть, как понятно, поэтому давайте я вам подробнее расскажу об игре Парагон. Итак, для начала, что вообще такое этот Парагон? Если не разглагольствовать, то это дота с видом от третьего лица. Она была создана компанией Epic Games и пользовалась большой популярностью, благодаря необычному стилю игры и сочной картинке, которая получалась благодаря Unreal Engine. Игра поддерживалась до 2018 года, постоянно обновляясь и была выпущена также на всех активных на то время платформах. Однако, несмотря на любовь игроков к этой игре, компания решила ее закрыть, так как для них были важны лишь бабки, бабки, сука, бабки, которые игра тогда приносила не особо много, а после выгода Фортнета так и вовсе перестали поступать оттуда доходы. Разработчики, конечно, могли пойти на шаг под названием «каждый обновый дохериллион скинов», но не решились. Однако, видя то, как игроки не хотят терять свою игру, которая на тот момент не была равных, разработчики решили выпустить игровые активы стоимостью 17 миллионов долларов для бесплатного использования, дабы нашлись энтузиасты, готовые возродить игру. Вот так и прожила свои два года игра под названием «Парагон». Игра, в которую я был готов играть недельми напролет. Не знаю почему, ведь я не являюсь поклонником доты или подобных ей игр, но «Парагон» запал мне в душу. Я помню, как мы с одноклассником играли в него и снимали свои бои. Жаль, показать вам я не смогу, дабы вы ужаснулись от моего старого голоса. Да и сейчас не особо лучше стало. Однако, везде, где есть конец, есть и начало. Именно поэтому игроки после закрытия игры начали собираться в компашки и принялись за возрождение. И спустя около двух лет были анонсированы такие игры, как Fall, Predecessor и Overprime. Давайте по порядку. Fall, это игра, которая самая первая дала возможность былым игрокам вернуться в игру. Она была разработана студией Strange Matter Studios и в 2019 году был первый закрытый бета-тест, а после него игра появилась в стиме. Стоимость игры, если округлить, составляла 500 рублей. Зайдя в неё в то время, игроки были в полном ужасе. Оптимизации, как такой, не было вовсе. При самых минимальных настройках на среднем ПК игра нещадно тормозила, и это было только в меню. Ведь зайти и поиграть в матч ты тоже не мог, ведь поиск игры был от 5 минут и выше, доходя до часу. В самих матчах картинка не менялась. Ужасные фрезы делали игру похожую на последовательную анимацию, с которой тоже были проблемы. Движение персонажей было топорным и неестественным. Ты не ощущал совершения удара или получения урона. Помимо всего этого, раскачка персонажей занималась слишком много времени. Особенно в лесу, где убийство одного миньона в начале требовало около 3-4 минут всей кампании, всем сквадам. Однако разработчики были адекватными, и услышав жалобы игроков, спешили их исправлять. Так продолжалось до середины 2020 года. Тогда разработчики сделали колоссальные изменения, после которых игра находилась в голове быстрее, а движения персонажей стали более плавными и живыми. Дальше был окончательный релиз игры в бесплатном формате в стиме и эпик геймс в 2021 году. Хоть игроки и жаловались на то, что никаких клюшек они за заранее оплаченную игру не получили, игра вышла в новом стиле, с более лучшей оптимизацией и персонажами. На примере, такими как Хруст. Но потом игра стала странной, и после очередного обновления было невозможно сменить язык. Ладно, если бы он был английским хотя бы, но он был в виде кириллицы, и что-то не мог понять, какой там французский, испанский, китайский, непонятно, короче. А потом разработчики в своем официальном дискорд сервере выпускают следующую новость. Новость о закрытии фаут. Конкретных причин они не уточняют, но самыми основными оказались неготовность компании к этому и финансовые проблемы. Поэтому игра закрывается 1 ноября этого года, где все желающие до этого числа смогут сыграть вместе с разработчиками и всеми открытыми персонажами и скинами. Как бы не было грустно, мне бы хотел поблагодарить разворотчиков фаут за предоставление снова поиграть в любимую игру. Плю, пусть недолго, но все-таки они дали мне эту возможность. И пусть игра была не до конца готова, но что-то в ней было, что меня все-таки заставляло дальше в нее играть и что мне вызывало кайф от этого. До 1 ноября я планирую сыграть несколько игр, а после попрощаться с данным проектом. Но это был лишь один наследник парагонов. Дальше идет предсессор, или же предшественник. Именно 9 марта 2021 года Омега студия объявила, что ими было собрано 2,2 миллиона долларов для создания своего проекта. Разработчики подошли к реализации своего проекта более умнее. Они долгое время создавали и исправляли детали своей игры, из-за чего узнать, как будет выглядеть игра, можно было только по их роликам на ютубе, либо же дискорд сервере. В какой-то момент был анонсирован бета-тест, на который смогли попасть единицы, из-за неготовности серверов к такому наплыву игроков. Игроки, понятное дело, были возмущены, но их возмущения сошли на нет, когда состоялся второй бета-тест. Именно в него я и смог сыграть, и боже ты мой, как же это было классно! Зайдя в игру, я увидел чудеснейшее меня, а самое главное, оптимизацию. Визуал был таким же, как и в оригинальном Парагоне. Персонажи, описание их способностей, все вызывало ностальгию. Когда я пошел искать матч, то был сильно удивлен, как быстро он нашелся. Самое длинительное время ожидания, которое я мог наблюдать у себя, это 7 минут. Зайдя в катку и вырву своего второго персонажа, на котором я сыграл вторую катку в Парагоне в оригинальном, я попал на карту. И я был удивлен ее оптимизированности. Происание не было от слова вовсе. Окружение было живым. Трава, свет, все выглядело суперски. Тоже можно было сказать и про анимацию, и звук персонажей. Ты чувствовал, что они живые. Анимация плавная, звуки подходят под действия персонажей. Все было идеально вот с этим. В конечном итоге я играл практически каждый день, пока была возможность. И я был рад и с нетерпением жду следующего теста. Или официального релиза уже. Видно, что разработчики не торопятся выпускать сырой продукт. Они его выпускают в виде теста, чтобы понять, что надо доработать, что исправить, что наоборот добавить. За что им респект. Следующей игрой стала Overprime. Созданная студией Netmarble Soul EV. Игра, которая была для меня загадкой, ибо информации о ней было категорически мало. Однако, в этом году после окончания бета-теста предецессора, случился бета-тест Overprime. Зайдя в него, нам начали показывать небольшой синемати, который я благополучно пропустил, а затем попал в меню. Если меню фаута и предецессора было более-менее похоже на оригинальный парагон, то меню Overprime выглядело как киберменю. Не скажу, что выглядело плохо, просто странно. Первым же делом, я поставил себе средние настройки, и пошел в матч, который искался дольше предецессора, но не дольше фаута. Что-то среднее. Зайдя в матч, и выбрав себе знакомого и стильного персонажа Сумрака, я пошел в бой. Оптимизация была, но не лучше, что-то опять же среднее между предецессором и фаутом. Карта была совершенно новой, с новыми крипами и фишками. Поиграв минут 20, я понял, что это не парагон, а совершенно другая игра с модельками парагона. И ведь правда, если зайти на официальный сайт игры, то там будет даже лору персонажей, что круто. Но мне непонятно вот что. Если игра совсем другая, и из парагона в ней находятся только модельки с анимациями, то зачем разработчикам было просить у эпиков разрешения на использование полного пакета активов на парагон, из-за чего игра изменила свое название на Paragon Overdrive. Быть может это должно было выглядеть как своеобразное дополнение к оригинальной игре, которая бы рассказывала историю персонажей, и мы даже бы увидели полноценный сюжет. Я не знаю, если честно. Если задумка была такая, то это конечно круто. Но поживем, увидим. Подводя итоги, могу сказать следующее. Все игры, которые были в сегодняшнем ролике, уникальные. У каждой свои плюсы и минусы. У Falta это были скорейший доступ к геймплею и недоделанные механики. У предсессора это визуальный наследник парагона и неизвестные сроки выхода. У Overdrive это уникальный взгляд на мир и все те же сроки выхода. Понятное дело, что как плюсов, так и минусов у каждой игры предостаточно. Надеюсь, мы в ближайшее время вновь сможем сыграть в одну из этих игр. А пока я с вами прощаюсь. На связи был Палач Рока и я пошел разваливать кабины на хрусте в Falta. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok